Что ты от меня хочешь? Что? Что я должен? Вот что? Добрый день! Сегодня мы транслируем вместе с драгоценной собакой несколько страничный перевод текста под авторством комиссии. Этот текст написан вручную, поэтому я могу предупредить о длинных разноплановых дублях и большом количестве дикционных ошибок во сне. Это был милый, уютный полдень. Старый телевизор в их квартирке крутил, вестерун еще более старый, один из тех, которые Дзиген знал на зубок, но все равно любил по возможности пересматривать. Остальные не жаловались на его выбор, даже если уже видели этот фильм несколько раз, тоже благодаря Дзигену. И вот сейчас ни Гаймон, ни Люпен особо не смотрели на экран. Самурой сидел рядом с Дзигеном, как всегда со спиной прямо как струна, скрещенными ногами и клинком наготове. Из-за закрытых глаз Дзиген затруднялся сказать, медитирует его парень или просто спит, но в любом случае это не мешало положить голову ему на плечо. Вполне неплохо. Парень. Дзиген мысленно улыбнулся, они оба еще не привыкли к этому факту, но пытались. Понемногу. Иногда держались за руки, иногда целовались, когда считали, что Люпен не видит, и еще много чего, когда были уверены, что он ушел. Каждый раз, думая об этом, Дзиген чувствовал себя моложе лет на 20. Прятаться от Люпена было, конечно, дурацкой идеей, но уже становилось интересно, когда же босс обнаружит эту небольшую романтику среди своих подчиненных. Пять дней. Почти неделю Люпен жил в неведенье. И самое смешное, что Дзиген и Гаймон ничего не скрывали старательно. Да, они не целовались прямо ему в лицо, но все равно были какие-то маленькие знаки внимания. Например, самурай перенес все свои вещи в комнату Дзигена. Этим утром Гаймон готовил завтрак, и Дзиген снова положил голову ему на плечо. Ты мешаешь, констатировал самурай, но так ничего и не предпринял, даже когда Дзиген обнял его. Естественно. Гаймон вздохнул. Тем временем Люпен наконец-то вылез из своего гнезда. Все еще сонный, он остановил взгляд на своих друзьях. А вы чего впритык стоите? Удивился Люпен и зевнул. Это называется обниматься, дитё джунглей, портнул Дзиген, отодвигаясь. А, да, обнима... минуточку. Дзиген мог поклясться, что видел шестеренки, медленно закрутившиеся в Люпенской голове. Вдруг тот сменился в лице, и теперь все это лицо приняло форму, очень разборчивая буквой О. Вы трахаетесь! Наконец-то скликнул он, хлопнув себя по голове. Дзиген ухмыльнулся. Не стоило оборачиваться, чтобы понять, что лицо его парня... его парня... Страшно порозовело. Угу... Правда, что ли? Уточнил Люпен с подозрением, присаживаясь на край барного стула. Угу... согласился Дзиген для наглядности, чмокнув самурая в щеку. Потрясающе! Люпен попер подбородок руками и теперь смотрел на друзей глазами такими огромными, что даже раз хотел спать. Он не был шокирован. Он был в восторге. Люпен смотрел на них, как на пазл, который еще не начали собирать. Уж прости, что не говорили, отметил Дзиген, но Люпен только махнул рукой. А, не важно. Вы мне только расскажите, а как давно вы... Он не договорил, но руки закончились за него при помощи пошлых, но крайне понятных жестов. Ох, прекращай, отрезал Дзиген. Он звучал волнущенно, но все равно улыбался. Ты же понимаешь, что отношения это не только секс, да? Так вы не друзяшки с привилегиями? Ч... чего? Дзиген так удивился, что брови подняли поля его шляпы. А Люпен не шутил? Нет! Конечно, нет! Люпен пожал плечами и Дзиген решил не вникать в болото его мышления. Ладно, забей. Ты не заметишь бы любовь, даже если бы она стояла и поливала тебе в лицо. Или волокла в участок, добавил Гаймон. Самурай поставил перед Люпеном тарелку. Дзиген хмыкнул. Да, особенно в участок. Это... это в каком таком смысле? Возмутился Люпен, начиная жевать. Дзиген и Гаймон приглянулись и тоже уселись завтракать. Самого завтрака Люпен был тише обычного. В основном молчал и даже не отреагировал на какую-то пошлую шутку Дзигена, вообще-то обращенную к Гаймону. И вот сейчас Ришка сполз в кресле и даже не пытался смотреть на телевизор. Единственным признаком того, что он еще не спит, была дрыгающаяся нога, которая не попадала в саундтрек фильма. Странное поведение Люпена и Дзигена особо не волновало. По крайней мере, этим вечером, когда просто хотелось посидеть в компании своего парня и друга за хорошим фильмом. Эх, конечно, Дзиген понимал, что рай не будет длиться вечно, потому что любая проблема Люпена всегда превращалась в его проблему, будь то новый грабеж, пасе, деньги или суть бытия. С самого утра маленькие, практически незначительные части мозга Дзигена предполагали, что он в этом чуточку виноват. Что дурацкая идея скрывать от лучшего друга могла, ну, как-то обидеть эту обезьяну. Даже звучит бредо, да? Да? Фильм достиг апофеоза. Два героя стояли напротив, готовые выхватить оружие. Дзиген видел эту сцену сотни раз, но все равно хотел, чтобы сейчас все кончилось иначе, чтобы любимый персонаж не сдох от выстрелов в спину, но жизнь, как и голливудские сценаристы, была жестокой. Вдруг дергань Елипеновской ноги остановилась. Дзиген перевел взгляд с экрана на своего друга, который как раз открыл рот. Чтобы не произвел его рот, это было не к добру. Думаю, что папаша в меня влюблен. Медленно произнес Елипен. Что? Глупость какая, да? Елипен сел. Но я думала об этом с самого утра, поэтому должно быть правдой. Дзиген тоже выпрямился, и Гаймон вздрогнул от неожиданной перемены. Ты хочешь сказать? Начал Дзиген, приподняв поля шляпу, чтобы друг мог видеть его глаза. Что думал несколько часов, чтобы решить, что папаша влюблен в тебя? Да. Эй, ты что делаешь? Ай-яй-яй-яй! Люпен перешел на крик, когда вдруг оказался схвачен в замок твердой хваткой стрелка. Ну ты дикий, стоп тебя! Бурчание Дзигена потерялось среди люпеновского визга. Освободиться удалось только, когда Люпен каким-то образом ухитрился его укусить. Брат, ты чего? Возмутился воришка, пытаясь отдышаться. Ты решил, что Зенегата тебя любит? Боженька и мать! Люпен, он к пиздец, конечно, тебя любит! Папаша любит меня? Он звучал удивленно, хотя только что сам это объявил. А ты чего злишься? Потому что ты дебил! Дзиген, успокойся! Гаймон положил руку на плечо Дзигена, и нервов вдруг стало в половину меньше. Дзиген отошел и снова сел на диван. Люпен добрался до своего кресла с лицом наказанного дошкольника. Но в этом есть смысл! Повернулся к нему самурай. Ты не очень сообразительный. Мне показалось, что ты наконец понял, что любишь папашу, а не что обнаружил какие-то чувства у человека, который считает тебя смыслом своей жизни. Я люблю папашу, повторил Люпен. И Дзиген беспомощно поднял руки. Да! Да! Кретина ты, кусок! Люпен замолчал. Шестеринки в его голове громко и мучительно заскрипели и наконец смогли зажечь лампочку. А! Тихо произнес он. Я его люблю. Да неужели! Восхитился Дзиген! Ты почему мне раньше не сказал? Спустя пять минут и полбутылки вина, Люпен прислонился к другу и устало затих. А был смысл! Отозвался Дзиген. Он не был большим фанатом вина, но больше ничего не было, а выходить оказалось лень абсолютно всем. Дзиген сделал глоток, пока Люпен продолжал молчать. Не думаю. Что будешь делать? Спросил Гаймон, получив бутылку, пущенную по кругу. Подержав ее в руках, он передал бутылку обратно Дзигену. Я скажу, что он будет делать. Дзиген отпил, но передавать дальше не стал. Он найдет Зенегату и признается в своих чувствах. Очень зрелый поступок, Люпен, кивнул Гаймон. Да, да, именно так и... Стоп! Люпен подскочил и замахал руками. Я этого не сделаю! Даже не видя глаз Дзигена под шляпой, он точно знал, что говорил этот взгляд. Люпен научился играть в гляделки, даже если не видно глаз противника. Сделаешь, констатировал Дзиген. Ни за что! Ага. Нет! Да! Нет! Да! Достаточно. Голос Гаймона и блеск лезвия Дзигена остановил другие аргументы. Детский сад. А если он меня не любит? Раскулил Люпен тихо, как потерянная собака. Ты же сам только что решил! Терпение Дзигена окончательно случился конец, но не успел он резать по лицу, которая так напрашивалась, как стрелка полетела опустевшая бутылка, поймать которую удалось только благодаря экстраординарным рефлексам. Ладненько, Люпен повернулся к друзьям, одарив их дьявольской улыбкой. Простите, джентльмены, но у меня там горячий полицейский, которого надо соблазнить. Вот это настрой, кивнул Дзиген. За это хотелось выпить, но пустая винная бутылка оказалась их последним алкогольным запасом. Кому-то придется выйти наружу. Ты так и пойдешь? Уточнил Гаймон. Это остановило Люпена и Дзигена. А что? Что не так? Удивился Алишка. Он вытянул руки вверх, покрутился вокруг своей оси, чтобы показаться со всех сторон. Люпен выглядел вполне классически в своих черных туфлях, серых брюках и галстуке, и алом пиджаке. Вот только пиджак приобрел несколько знатных, еще более красных пятен благодаря вину. Ну прекрасно, вдохнул он, заметив пятна. А где другой пиджак? Он направился в ванную, чтобы рассмотреть пятна поближе. Остался я в химчистке, помнишь, отозвался Дзиген. Он тихо, но во все зубы улыбнулся самураю. Оба наблюдали, как Люпен нервно бегает по комнатам. Верно, верно. А голубой? Тоже в химчистке. Розовый? Ты на нем дыру нашел и выбросил. А, да. Зеленый? Оставил в калиостры. Что? Серьезно? Люпен вынырнул из своей комнаты, уже без пиджака и галстука. Дзиген пожал плечами. Ну, наверное. Я не видел его годами. Люпен встал перед лучшим другом и душевно схватил за плечи. Зигенчик, помоги. Это вопрос жизни и смерти. Жизни и смерти, говоришь? Стрелок скептично поднял бровь. Люпен кивнул, сфокусировавшись на тени, в которой, вероятно, скрывались глаза Дзигена. Жизни и смерти, констатировал он. Дзиген вздохнул. Ладно. Ответил он, смирившись с судьбой первой и основной жертвой идеи Люпена. И что же ты, Хо? Спасибо! Не успел Дзиген договорить, как тот быстрым, плавным движением снял с него пиджак и радостно помчался к двери. Обожаю тебя, Дзиген! Радостный смех Люпена эхом проходился по холлу. Дзиген застыл, обмозговывая два факта. Первый. У него украли любимый пиджак. Второй. В котором остались все сигареты и зажигалка. Убью гаденыша! Заролон. Однако Гаймон остановил стрелка до того, как тот успел задохнуться от злости. Успокойся, Дзиген. Тут хотел было пожаловаться на сигареты, но передумал. В конце концов, Люпен ушел и оставил их одни в квартире. И раз пиджака уже лишили. Хотя солнце еще не успело упасть за горизонт, квартира давно погрузилась в темноту. Дзиген и Гаймон сидели на у дивана, накрывшись одеялом и смотрели какое-то глупое шоу. Языка они не понимали, но все равно веселились, саркастично пародируя участников. На мгновение парни даже успели забыть о проблемах Люпена. Хотя, впрочем, весь вечер они были так сосредоточены друг на друге, что в память больше ничего и не влезало. Этот маленький мир испортил стук в двери. Оба переглянулись, загрустнув о потере атмосферы. Теперь из людей в уютной обстановке они превратились в стрелка и самурая, готовых к битве. В стуке слышался особый ритм, но явно не тот, который был присущ Люпену. Спустя минуту ритм сменился, но опять не совпало. «Ой, да ладно, откройте уже!» Сказал раздраженный, но очень знакомый женский голос. Парни опустили оружие. Гаймон открыл дверь и тут же был атакован Фудзико и ее интенсивным парфюмом. Девушка бросилась обнимать самурая. «Гаймончик, сто лет сто зим!» Тот покраснел еще пущалой помады, когда Фудзико прижал его к своей груди и бросил на Дзигена паникующий взгляд, означавший извинения. «О, вот и стерва!» Отозвался стрелок. Его голос был холоднее ночи в Сибири в палатке, но Фудзико даже не поеживалась. Она повернулась к Дзигену и улыбнулась, как змея улыбнулась бы добыче. Конечно, в теоретической ситуации, где змеи умеют улыбаться и покупать дизайнерские наряды за чужие деньги. «Я тоже рада тебя видеть, Дзиген!» – произнесла она. «А где же дорогой Люпен?» Наигрность в ее голосе вызвала у стрелка зубную боль. Он попытался в ответ улыбнуться так же, но для этого не хватало долгих лет опыта в соблазнении богачей. «Он, вероятно, сейчас занят. Ищет любовь всей своей жизни». «Прекрасные новости! Любовь в вашей жизни уже здесь!» – заметила девушка, проходя в квартиру. «Настоящая любовь Фудзи». Она приземлилась на диван и скрестила руки. «Да? И кто же это?» Если бы Дзиген не терпел Фудзико много лет, то, может быть, и поверил бы. Однако представить, что она не знает о ком речь, было просто невозможно. Решив все-таки податься ее игре, стрелок громко огласил. «Папаша Зенига! Чушь какая!» Порывшись с сумкой, Фудзико вынула пачку сигарет и зажигалку. Зажигая сигарету, ее руки слегка дрожали. «Не чушь, Фудзико!» – произнес Гаймон. Дзиген не был уверен, поверил тот в ее игру или нет, но был рад, что самурай решил принять участие. Необходимость выдерживать Фудзико была мучительной и наверняка отобрала у Дзигена столько же лет жизни, сколько общения с Юпэном. Стрелок не испытывал Фудзико ненависти, по крайней мере уже, хотя были времена, когда он размазал бы ее мозги по стенке без малейшего сожаления. Но позже они как-то ужились в этой странной семье, друзей Люпэна стали чем-то вроде родственников, страстно друг друга ненавидящим. Их скандалы начинались прямо с порога, но иногда просто по привычке или от скуки. Несмотря на все раздражение, каждый, не раздумывая, умер бы ради другого, хотя, может быть, просто потому, что в этом поступке не пришлось бы признаваться вслух. Фудзико не поднимала глаз на Дзигена, сфокусировавшись на своей сигарете. Наконец она заговорила, голосом тихим и очень спокойным. «Так он, наконец, сообразил, да?» «Ага», — подтвердил Дзиген, завистливо провожая дым глазами. Его организм молил о никотине, но Стрелок не хотел ничего бросить у Фудзико, тем более, если она была вот такой спокойной. Дзиген никогда не понимал этих отношений. Сначала Люпэн казался ему дураком незамечающим, вереницу ее мужчин, кретином, которого соблазнила опасная преступница. Но дела обстояли совсем не так. Иногда эти двое были в восторге друг от друга, иногда могли не видеться годами. Потом Фудзико снова появлялась, предавала всех, убегала с деньгами, и Люпэн снова отправлялся в свободное плавание. В любом случае, Зинегата не был похож на участника таких заплывов. Фудзико знал об этом. Если уж инспектор и мог что-то в жизни довести до конца, так это ее с Люпэном отношения. «Что будешь делать?» — поинтересовался Дзиген. После долгой паузы, занятой игнорированием потребностей в никотине. Фудзико не могла бы этого не заметить, поэтому со вздохом протянула ему свою пачку. «Ого! Благодарю!» — кивнул стрелок, получив зажигалку. Фудзико не ответила сразу и не ответила потом, подождала, пока вторая сигарета загорится. «Ну, начала она после этого. Наверное, мне нужно найти себе девушку, чтобы мы стали самой пидорской бандой на районе». Зиген ухмыльнулся. Самурай опять покраснел. «Значит, она знала?» «Ну, конечно, знала. И поэтому при встрече утопила Гаймона в грудях. Стерва!» Тем не менее, Фудзико явно не собиралась смешиваться в дела Люпэна. Зиген даже почти поверил, что ей все равно, если бы не дрожащие руки. «Удача с этим!» — отозвался он. «Надеюсь, что ты найдешь достойного человека!» — добавил самурай. Его голос был абсолютно серьезным. Он даже почти улыбнулся, но перестал, едва Фудзико успела заметить. «Дальше не представляю, кто, может быть, меня достоин!» Затем она ушла, снова оставив ребят одних. Зиген проснулся от очень тихих шагов. Кто-то отчаянно пытался быть беззвучным, но пострадал от предательской кухонной половицы. «Слишком плохой грабитель или любитель действовать на нервы!» «Люпэн пришел!» — предположил Гаймон. «Самурай всегда чутко спал и, конечно, проснулся бы, даже если бы на половицу наступили бесшумно!» «Угу!» — подтвердил Зиген. Это должен был быть Люпэн. Тот вечно прыгал по этой половице ради шикарного звука! Но Стрелок подозревал, что друг просто был мудаком, обожающим мучить своих соседей. Зиген снова лег упаюканный вкусным запахом шампуня Гаймона. Каким образом это вообще реальность? Все хорошие вещи, случавшиеся со Стрелком, заканчивались очень плохо и очень быстро. Но Гаймон столько лет был ему другом, потом крашем, теперь парнем, что это уже было иначе. Может быть, вселенная случайно уступила Зигену немножко радость? Он поцеловал самурая в макушку и встал. Хотелось еще поваляться, но перенялись назойливо крутить ноги. Из-за возраста или из-за неудобного матраса Дзиген решил не решать. Он пытался убедить себя не расстраиваться, что встал раньше Гаймона, потому что тот точно так же будет спать рядом и завтра, и, наверное, послезавтра, и, скорее всего, каждый день, пока все они не сдохнут благодаря очередной люпэновской блестящей идее. Кстати, об этом идиоте. Миновав комнату, Стрелок заметил на диване свой пиджак, но отправился на кухню, собираясь игнорировать любые проблемы до окончания утренней кружки кофе. Так он переместился на свое второе любимое место в квартире, конечно, после дивана, место у кофеварки, и начал готовить напиток богов, когда услышал тихий скрип двери в ванну. Приготовившись к первому спору за день, Гаймон обернулся, но вместо сонной обезьяни-мордашки увидел выпученные глаза и длинные ресницы инспектора Зенегата. Глупо, но сначала у Стрелка мякнула мысль сбежать. Что ж, стоило ждать, что инспектор проснется здесь, если люпэнская драма разрешилась успешно. Но реально увидеть утром на своей кухне Зенегату в трусах – это было что-то совсем другое. Как шаг в параллельную реальность. Уже несколько секунд инспектор стоял неподвижно, но Дзиген видел нарастающую панику в его глазах. Пришлось улыбнуться и предложить свою кружку с кофе. Хотите? «Давай», – ответил Зенегата. Смущение, страх, надежда, радость, стыд – всевозможные эмоции скрывались в этом слове. Итак, в этой дикой реальности Дзиген готовил кофе врагу по совместительству любимого человека, своего лучшего друга, после ночи, проведенной со своим собственным самураем, и совершенно не планировал на это жаловаться. Лучше ему бы даже не приснилось. Что с… что… 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 Страшно прозовело. Страшно прозовело. В голове я читал это лучше. Скорощень! Скоро… Продолжение следует...